Всем привет! Мы находимся в магазине Кайтворд. Меня зовут Музалецкий Денис и сегодня мы хотим с вами поговорить о нашем опыте использования креплений для сноукайтинга. Так как мы катаемся уже давно не первый год, у нас появились определенные приоритеты в выборе креплений для сноукайтбордов. Итак, в последнее время мы в основном катаемся только в тех креплениях, которые оснащены системой быстрого одевания и снимания. На рынке мы для себя выделили два типа крепления. Это первое от Flow компании и от компании SP. В данный момент мы с вами поговорим о креплениях от компании SP. Все крепления от компании SP оснащены системой FastTech. FastTech это система, которая позволяет быстро отстегнуть хайбэк и поднять передние стрельбы. Смотрите, как это работает. Обратите внимание, когда я откинул хайбэк, одновременно поднялась передний стрельб. Вам очень удобно вынимать ногу и вставлять. Например, если вы собрались одеть кайтборд, вы вставляете свой ботинок, поднимаете хайбэк, застегиваете его и легко подтягиваете стрельб. Все, вы готовы ехать. Как и любые классические крепления, данные крепления оснащены застежками, которые позволяют подогнать верхние стрельбы под размеры вашей ноги, что передние стрельбы, что верхние стрельбы. Все тоже самое. Очень удобно. Более того, вы иногда можете кататься вот в таком режиме, когда вы немного распускаете переднюю стрельбу, добавляя большие свободы движения во время катания. И второе, на что мы хотели бы очень обратить ваше внимание, это то, что сами по себе крепления от компании ESP и вот эта система FastTech, они не очень жесткие. Они, в принципе, не бывают, наверное, такой же большой жесткости, как и классические крепления. И, как оказалось, для наших целей, для целей кайтбординга, сноукайтинга, это очень хорошо, потому что хайбэк обладает большей подвижностью. Он может дальше отклоняться. Смотрите, какой он мягкий. Поэтому, когда вы катаетесь в основном на пятках, отклоняетесь назад, хайбэк не давит так сильно на ваши ноги, и у вас ноги, и на ваши икры, и икры, и ноги не так сильно устают. Крепления от компании ESP оснащены, в принципе, всеми стандартными регулировками. Вы можете регулировать охват передними стрэпами. Вы можете регулировать глубину наклона хайбэка. У вас здесь специальные колеса, которые регулируют, насколько глубоко или более вертикальным будет вставать хайбэк. В принципе, для основы кайтинга необходимо, чтобы хайбэк стоял как можно более вертикально, вам будет легче кататься на длинных расстояниях, будут меньше вставать ноги. Мы обратили внимание, что крепежный диск у этих креплений спрятан под специальной резиновой накладкой. Мы катаемся очень много, достаточно агрессивно, и бывает такое, что крепежный диск и болты начинают выкручиваться из-за сноуборда, и есть риск их потерять. Так вот, в данном случае потерять болты просто невозможно, они всегда остаются под вот этой накладкой. Нужно отметить, что, наверное, единственные регулировки, стандартные регулировки, которые лишены эти крепления, это отсутствие регулирования газ-педали. Она, наверное, стационарная, стандартная, и невозможно ее выдвинуть чуть вперед или задвинуть назад. В свое время мы начинали кататься в креплениях от компании Flow, сейчас в основном перешли на крепления от компании SPI. Причиной главная была в том, что система работает приблизительно одинаково, но крепления от компании SPI оказались в тяжелой работе более надежными. Предыдущие модели, наверное, лет 5-6 назад от Flow у нас достаточно часто ломались, то есть их хватало где-то на год. Говорят, что новые модели от компании Flow стали гораздо надежнее, они работают точно так же, у них также откидываются и передние стрепы. Мы постараемся их в ближайшее время получить себе в руки, сделать о них обзор и рассказать для вас, как они в эксплуатации.